больше секса меньше веса больше секса меньше депрессии сахарный диабет 2 типа который раньше считали диабетом пожилых встречается уже не то что в молодом возрасте там встречается и у детей не надо пугаться если на бланке вы получаете сильно выделенное все красным да пойдите к доктору и выясните с чем это связано вполне возможно что это для вас норма хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях но боишься задать глупый вопрос мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя они расскажут как все есть на самом деле ты смотришь 10 глупых вопросов меня зовут ольга деревянка я врач-эндокринолог эндокринология занимается гормональной системой а гормоны без преувеличения отвечают практически за все в нашем организме с какой частотой бьется сердце как мы дышим какой вес какое состояние кожи волос ногтей возможность забеременеть ну практически все даже наше настроение более импульсивные или более такое апатичное может быть связано с гормонами когда они знают что делать с пациентом то очень часто говорят наверное это что-то гормональное сходите к эндокринологу поэтому эндокринолог самый главный доктор железы внутренней секреции так называются эндокринные железы это органы которые как раз и вырабатывают гормоны гормоны поступают из этих желез в кровоток и у жестоком крови разносятся в те места где они будут работать вся гормональная система весит порядка 100 граммов да но отвечает вот за такое большое количество функций в нашем организме такого диабета нет есть сахарный и не сахарный и то и другое может быть потенциально опасно для жизни жизнеугрожающим состоянием и конечно люди у которых есть этот диагноз чаще всего знают о нем важно периодически контролировать приходить знать какие параметры должны быть под контролем и оба состояния нужно наблюдать все-таки диабетология это про сахарный диабет да они сахарный диабет он так называется похоже но это совершенно другое заболевание заболевание гипофиза гипофиза это маленькая железа в организме которая такой своеобразный дирижер для всего организма и посылает именно гипофиз большинство сигналов для эндокринных желез как им нужно работать чаще всего мы врачи понимаем что речь идет о несахарном диабете сразу с порога потому что такие пациенты идут у них в руке бутылочка с водой они ее ставят на стол и сказав несколько слов делают глоток по сути сахарный диабет это такое собирательное понятие состояние когда повышен уровень сахара в крови и то о чем мы уже упомянули сахарный диабет 1 типа например сахарный диабет 2 типа это принципиально разные причины первый тип это аутоиммунное заболевание когда поджелудочная железа которая вырабатывает в норме инсулин по причине аутоиммунное воспаление она с этой задачей не справляется и инсулин просто не вырабатывается поэтому единственный на сегодняшний день метод лечения это инсулинотерапия введение инсулина извне это то что мы знаем на сегодня о первом типе сахарного диабета второй тип это когда инсулин есть иногда его даже очень много но он не может нормально работать чаще всего это в условиях избыточной массы тела когда есть ожирение то есть поджелудочная железа вырабатывает инсулин он не доходит до цели не делает свое дело и организм думает значит инсулина мало надо его сделать больше и поэтому часто пациенты сдают анализ в крови и говорят о том что вот посмотрите доктор на красный бланк инсулин очень очень высокий да давайте меня лечить такое повышение инсулина связано с избыточной массой тела и лечение здесь должно быть именно снижение массы тела если раньше считалось что сахарный диабет 1 типа эта история про молодой возраст или даже детский возраст а сахарный диабет 2 типа это что-то у бабушек и у дедушек приобретенная то на сегодняшний момент в связи и в том числе с ростом увеличением количество людей с ожирением сахарный диабет 2 типа который раньше считали диабетом жилых встречается уже не то что в молодом возрасте там встречается и у детей я искренне считаю что все люди сахарным диабетом настоящие герои потому что они живут обычную жизнь делают то же самое что мы с вами но они еще должны несколько раз в день много мерить сахар считать сколько им нужно на каждый прием пищи на каждый перекус на каждый глоточек до какого-то напитка сделать какие-то изменить настройки если мы говорим о помповой инсулинотерапии да или подколоть инсулин если это шприц ручки помпа могут подсказывать они пищат звенят напоминают светятся что есть тенденция к тому что сахар снижается да будьте внимательны нужно либо перемерить либо что-то съесть либо наоборот пошел сахар вверх не забудьте до предлагаю ввести например вот столько-то инсулина в связи с тем что сейчас происходит вот эти подсказки и максимальное приближение к закрытому контуру как это называется в медицинской среде то когда будет сенсор измерять помпа вводить и человек сможет вздохнуть спокойно конечно полностью искусственной поджелудочной железы на сегодня еще не существует но есть уже очень многое что сделано чтобы облегчить жизнь этих людей я успела до начала пандемии съездить на конгресс в испанию как раз по современным технологиям в лечении сахарного диабета и нам было представлено последнего поколения помпа это специальное устройство которое позволяет вводить инсулин в постоянном режиме до задаются определенные настройки и конечно это меньшее количество уколов это меньшее количество проколов пальцев если есть сенсор они могут быть связаны между собой та штучка которая измеряет сахар и то что которая вводит инсулин и даже на вот этом конгрессе была девочка подросток 13 лет первый пользователь этой помпы и ее пригласили на сцену как поделиться до своим опытом даже сейчас у меня мурашки по коже от этого мы там все даже прямо до слез она вышла и сказала что я живу с диабетом восемь лет и сегодня был первый день когда я на полдня забыла что у меня есть сахарный диабет и мне кажется что это здорово что сегодня в наше время я уверена что мы до этого доживем когда это будет уже может быть не полностью побеждено но жизнь людей будет гораздо легче ну у мужчин может вырасти грудь как у женщин и даже побольше иногда и называется это гинекомастия бывает она истинная бывает ложная ложная гинекомастия это элементарно ожирение возможно многие замечали да на пляже людей просто тучных с избытком массы тела у них увеличены грудные железы и это в ряде случаев все-таки ложная гинекомастия то есть только жировая ткань вырасти грудь истинная гинекомастия то есть железистой тканью это чаще всего связано с эндокринными заболеваниями я не буду их перечислять все эти сложные названия эта тема отдельной встречи но от такого постоянного длительного приема алкогольных напитков в частности пива действительно может происходить изменение работы ферментов и может способствовать увеличению жировой ткани в том числе и в области грудных желез я бы наверное сказала что большую роль здесь играет увеличение жировой ткани потому что сама жировая ткань по себе гормонально активно и в ряде публикаций они говорят как самостоятельном эндокринном органе там большое количество провоспалительных противовоспалительных вырабатывается различных веществ и это может влиять как раз и быть причиной тому что конверсия работают по-другому ферменты которые превращают мужские половые гормоны в женские действительно во первых в принципе количество половых гормонов мужских там лет с 30 начинает снижаться а если есть избыточный вес и постоянная такой длительный прием употребления алкоголя на регулярной основе то эта скорость еще выше никак к сожалению обмен веществ такая история да я могу рассказать несколько слов про гормональные изменения которые приводят к колебаниям веса да и мне хочется здесь сказать что если вдруг необоснованный человек вес снижает но при этом это сопровождается быстрым сердцебиением раздражительностью то это повод заподозрить заболевание щитовидной железы и вот эффект снижения веса единственный который нравится людям которые с этим заболеванием столкнулись все остальное конечно это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему здесь нужно быть аккуратными поэтому умеренность в еде нормальное здоровое пищевое поведение потребление клетчатки в достаточном количестве соблюдение правила когда мы в каждый прием пищи стараемся чтобы были и медленные углеводы это например крупы или макароны цельно-зерновые которые немножко недоваренные для того чтобы они медленнее всасывались более плавно происходил подъем уровня сахара в крови и поджелудочная железа успевала даже если там есть избыток жжевой ткани выпустить инсулин и он бы добирался до цели медленные углеводы белки как растительные так и животные и клетчатка это овощи зелень все вот это и в таком случае все это можно есть и не толстеть много про нее что говорят она похожа на щит она бабочка здоровья королева метаболизма действительно про нее то что это очень небольшой орган каждый из нас может пощупать свой шею почувствовать на имеет форму бабочки две дольки обычно и много за что отвечает в нашем организме сердцебиение как быстро колотится сердце в каком настроении мы находимся как работает желудочно-кишечный тракт если склонность к отекам ухудшение состояния ногтей волос может быть признаком нарушений работы щитовидной железы да что там говорить слабость утомляемость да это апатия склонность к депрессиям поэтому когда приходит человек на прием да с набором таких жалоб очень трудно сказать щитовидная железа это или нет но время от времени практически любой человек который живет в таком ритме современной жизни да не очень много спит много работает много общается с людьми конечно это может способствовать слабости утомляемости раздражительности но здесь важно не воспринимать это как норму да потому что очень многие люди говорят ну что вы спрашиваете ольга сергеевна про слабость и утомляемость я там ответственный руководитель большого направления меня постоянно очень большое количество серьезных встреч серьезными людьми да конечно у меня есть и слабость и утомляемость и раздражительность но не нужно относиться к этому как к норме я однозначно всегда за регулярные профилактические осмотры потому что за этим может скрываться заболевание щитовидной железы которое можно скомпенсировать и существенно улучшить качество жизни если мы встречаемся с избытком гормонов щитовидной железы то важно выяснить причины это может быть воспаление. Это может быть аутоиммунное заболевание, постоянная стимуляция щитовидной железы аутоиммунного генеза, диффузно-токсический зоб. Может быть, что она воспалилась в моменте, выбросила большое количество гормонов в кровь. Человек в этот момент как раз дал анализы, увидели, что, да, гормонов много, терет токсикоз, но нужно было не бросаться его лечить, а подождать, потому что это не хроническая стимуляция щитовидной железы, а именно деструкция. Она выбросила это все, и все. Потом может это даже превратиться в гипофункцию через какое-то время, да, и наоборот этих гормонов будет недостаточно. Здесь мне хочется сказать, что важно всегда установить диагноз, да, высокий ТТГ, низкий ТТГ, высокий тестостерон, низкий тестостерон. Это не диагноз, да, это лабораторные проявления, они должны быть грамотно интерпретированы с учетом клинической картины, то есть, что было с человеком, какие препараты он принимал, были ли какие-то у него накануне инфекции, да, там, в течение последнего месяца, заболевания другие, которые могли это спровоцировать. Вот эти истории тоже в блоге, да, когда мне в директ сыпятся вопросы, посмотрите мои анализы, да, что со мной. Мне не жалко посмотреть, я очень люблю свою работу, да, и когда я понимаю, что я могу ответить, я это делаю, да, у меня прям есть время, выделенное в день, когда я это делаю. Но чаще всего я понимаю, что такие цифры могут быть абсолютной нормой, да, хотя они все красные на бланке, поэтому не надо пугаться, если на бланке вы получаете сильно выделенное, все красным, да, пойдите к доктору и выясните, с чем это связано. Вполне возможно, что это для вас норма сегодня. Больше секса, меньше веса, больше секса, меньше депрессий, меньше морщин, меньше проблем. Но на самом деле, к сожалению, не единственный это рецепт, но, безусловно, счастливая жизнь полноценная, в том числе интимная, это один из обязательных компонентов как физического, так и ментального здоровья. Процессы старения не будут зависеть от регулярности и даже качества половой жизни. На эмоциональный фон, безусловно, да, все в организме тесно взаимосвязано, поэтому можно сказать о том, что это имеет положительный эффект, но давать рекомендацию какой-то определенной регулярности обязательно по ведению половой жизни и обещать анти-эйдж-эффект будет очень, с моей стороны, некорректно. А в нашей стране изучено очень-очень мало, да, поэтому здесь было бы хорошо пригласить детского эндокринолога, который больше соприкасается с этой историей, да, потому что есть ряд генетических заболеваний и, конечно, есть ряд людей, которые ощущают себя просто иного пола, да, хотя по паспорту имеют какой-то конкретный. Мне, честно, даже страшновато говорить на эту тему, потому что сейчас у нас издаются рекомендации, как правильно, какие слова, да, нужно подбирать, какие формулировки использовать. Я рада, что об этом стали говорить, что на программе задается такой вопрос и понимаю, что эту тему, безусловно, надо освещать больше. Есть генетические заболевания, которые, да, затрудняют нам диагностику, да, и ответить однозначно на вопрос, да, женский или мужской пол, то, к чему мы привыкли. Есть ситуации, которые не связаны с генетикой, да, и там тоже огромное количество вариаций. Может быть даже так, что человек выглядит, да, и имеет наружные половые признаки, как один пол, а внутри иметь репродуктивную систему другого пола. Есть заболевание, вырожденная дисфункция коры надпочечников, которое также меняет выработку гормонов, и если вовремя не назначается лечение, то, возможно, вирилизация, то есть у женщин половые органы начинают выглядеть, да, как у мужчин, и, соответственно, возможна обратная ситуация. Действительно, историй с генетическими заболеваниями таких много, особенно в регионах, где не развита диагностика, когда человек жил, имел там мужское имя, и потом в какой-то момент у него заболел живот, да, и когда его отвезли в больницу, оказалось, что у него там яичники и матка. Много об этом говорят. Действительно, это витамин, иногда даже говорят D-гормон, который вырабатывается в нашей коже под действием солнечных лучей, или мы можем получить его с пищей. Но, спойлер, не можем, потому что в еде его содержится очень-очень мало. Да, и, честно, с солнцем тоже есть вопросы, потому что как много будет витамина D вырабатывать кожа, зависит от угла падения солнечных лучей, от того, в каком регионе человек находится, используются ли солнцезащитные крема, да, возраст человека, потому что с возрастом уровень, вообще возможность выработки гормона витамина D в коже, она снижается, то есть у деток вырабатывается лучше, у взрослых хуже. И есть такое, да, убеждение, что если человек живет на солнце, то у него такой проблемы нет, да, и у меня так бывает, что приходят пациенты и говорят, ну что вы, я там большую часть времени живу в Испании, точно такой проблемы нет. На конгрессе показывали коллеги, которые в Испании работают, свой госпиталь, он прямо на пляже у них стоит, и там люди ходят в купальниках, и он тоже показал данные их сотрудников, что дефицит витамина D очень широко распространен. Связано это и с образом жизни, что да, можно жить в солнечном регионе, но все много времени проводят в офисах, на работах, не так много времени на улице, ну и все, что мы упомянули. Еще и, да, мы должны защищаться в плане опасности рака кожи, да, поэтому витамин D в профилактических дозах на самом деле оправданно принимать в небольших профилактических дозах, это хорошая идея. Обсудите это со своим доктором. В продуктах питания, смотрите, да, например, ну так сразу приходит в голову, да, рыба, лосось. Но мы возьмем дикий лосось, там будет в одной порции 140 грамм, тысяча международных единиц, практически суточная норма. Но если мы берем фермерский лосось, который чаще всего, да, продается, это будет всего 100 международных единиц, в 10 раз меньше. И на практике, к сожалению, да, с едой, вот именно то, что касается витамина D, очень трудно набрать нужное количество. Я как раз всегда за то, чтобы все витамины и микроэлементы человек получал с едой, да, а не получая, да, имея большое количество баночек из них, там, собирая себе завтрак, обед и ужин. И большинство витаминов и минералов реально получать с едой даже сегодня, когда говорят, все овощи пластиковые, все фрукты ненастоящие. На самом деле это возможно получать с едой. Но в случае с витамином D история несколько иная, и здесь, да, нужно обсудить с врачом необходимость дополнительного приема. Конечно, и про гормоны счастья вообще любят спрашивать, да, дофамины, эндорфины, все вот, как это все работает. Но, честно, это немножко уже из такой научпоп истории, да, нежели такой медицинской. Но про эндорфин говорят, это эндогенный морфин, такой нейромедиатор, который помогает купировать боль. Вот, например, что-то случается на соревнованиях, да, и спортсмен продолжает бежать, приходит к финишу первым, оказывается, что у него был перелом ноги в этот момент. То есть в обычной жизни, да, он бы не мог без этого эндорфина продолжить свой путь, да, к победе. А здесь, благодаря действию этого эндогенного морфина, это возможно. Как и, в принципе, хороший доктор, который может помочь не только словом, но и делом. Поговорим немного про надпочечники. Предлагаю так, потому что про щитовидную железу был целый блок, а надпочечники незаслуженно всегда обходят стороной, а на самом деле это очень-очень важный орган. Надпочечники называются так, потому что они находятся над почками, да, но это совершенно самостоятельный орган. Там несколько слоев, каждый из которых вырабатывает свои гормоны, и один из слоев как раз отвечает за адреналин и норадреналин. Гормоны, благодаря которым мы лучше слышим, лучше видим, можем что-то вспомнить, сориентироваться в какой-то сложной ситуации, в ситуации стресса, да, как раз говорят, о, адреналин шкалит. Но зато человек понимает, что ему нужно сделать, красная или синяя, да, и в моменте принимать решения сложные, верные, или физическая сила очень растет, да, хрупкая девушка в моменте стресса может сдвинуть, да, или открыть какую-то очень большую тяжелую дверь, тяжелый шкаф. В общем, действительно, резервы организма, благодаря действию гормонов надпочечников, могут очень сильно расти, и возможности тоже увеличиваются. То же самое касается гормона кортизола, другого гормона надпочечников, о котором незаслуженно часто говорят плохо, гормон стресса, гормон вот такой нехороший. Я здесь хочу сказать, что в защиту, как эндокринолог, всех гормонов, что все гормоны нужны, и все гормоны важны. Нет плохих или хороших гормонов, да, то есть плохо, когда у нас чего-то слишком много или чего-то слишком мало. И кортизол тоже очень нужен, хоть его и обзывают гормоном стресса. Это как раз то, что помогает в случае стресса, регулирует артериальное давление, да, тоже правильное поведение. Как вообще организм должен работать в стрессовой ситуации, это все благодаря кортизолу. Поэтому, да, в избытке кортизол, когда есть какое-то образование надпочечника или какая-то другая причина, почему его вырабатывается слишком много, это заболевание, которое требует лечения. Но в целом все гормоны нужны, и адреналин, и норадреналин, и кортизол, и все-все-все. Научный медицинский исследовательский центр эндокринологии, или эндокринологический научный центр, так он назывался, когда училась в нем я. Это моя ординатура, я каждый день с благодарностью вспоминаю это время. Наверное, от 20 тысяч, если мы берем в целом по России, и я реально думаю, что верхнего предела не существует. Зависит от того, что человек хочет, да, возможностей для развития очень много. Можно говорить о клинической работе, собирать какие-то редкие случаи, писать статьи на эту тему, проводить исследования, представлять эти результаты на конференциях. Это один путь, и мне кажется, медицина вообще не может надоесть, потому что там все время происходит что-то новое. Потом преподавательская деятельность, да, когда накапливается какой-то опыт, и ты не можешь держать его в себе, то не надо этого делать. Преподавательская деятельность, очень много молодых специалистов по всей стране, по всему миру, да, и сегодня все почти знают современные люди английский язык, у нас нет границ. Пандемия нам показала, что мы в онлайне собираемся с докторами из США, из Европы, из стран СНГ, и обсуждаем насущные вещи, у нас общие интересы. Всегда у любого врача есть возможность расти в административном плане, да, то есть становиться главным врачом, там, какие-то, ну вот, такие вещи, которые, как вы по моей интонации поняли, не такого восторга у меня вызывают. Вот, хотя это абсолютно история, возможно, я тоже когда-то к этому приду, но на сегодняшний момент меня однозначно больше всего заряжает возможность обучения врачей, коллег, совместного обучения, повышения качества медицинской помощи в России. Я реально считаю, что то, что происходит сейчас, мы меняем медицину в России к лучшему каждый день. Мне нравится все в профессии. Я считаю себя очень счастливым человеком, и каждый день иду на работу с большим удовольствием. Это большая отдача, да, это общение с людьми. Это не может надоесть, потому что люди все разные, и истории у всех разные, и появляются постоянно новые какие-то исследования, по-другому уже интерпретируешь случаи. Первое, это очень интересно. Второе, это очень эмоционально, тоже позитивно, да, прием пациентов, то, о чем я рассказала, когда мы вместе идем к какой-то цели и достигаем результатов, будь то целевой гликированный гемоглобин, да, там, диапазон времени в пределах целевых значений, или это планирование беременности, да, и когда тебе одно из первых присылают фотографии, да, из роддома, для меня это очень дорогого стоит. Когда мы вместе преодолеваем гестационный сахарный диабет, да, или какие-то другие заболевания, это очень-очень приятно видеть результат своей работы. Наверное, вот это, да, потому что врач может увидеть, что он сделал для того, чтобы жизнь человека стала лучше. Это, конечно, очень окрыляет. Ничего, наверное, я не могу сказать, что это бесит, да, в профессии. Бывают просто сложные пациенты, да, бывают сложные люди в коммуникации, которые не настроены общаться, которых кто-то привел на прием, а они не хотят, и они не хотят это скрывать. Но я не могу сказать, что меня это бесит, совершенно точно нет. Я всегда стараюсь делать свою работу хорошо, да, рассказать человеку то, что ему нужно знать о своем здоровье. И дальше уже, конечно, это его право, что он будет делать с этой информацией. Но это точно не бесит. Знайте хорошо английский язык, учите. Смотрите сайты всех больших, крупных международных эндокринологических сообществ. Знайте, что есть гранты, можно бесплатно участвовать в самых лучших конференциях, посылать работы, знакомиться с топовыми специалистами. Сегодня для этого не нужно ничего вообще, сверхъестественного, вообще ничего не нужно, да. Нужно иметь дома интернет, и все. И ты можешь вот так вот общаться, ты можешь в Инстаграме написать топовому эндокринологу мира по какой-то теме, и сказать, вы знаете, я такой врач, у меня вот такой клинический случай. И он тебе ответит, даже, возможно, голосом, да, и вы пообщаетесь. Сегодня нет границ. Все ставить под сомнение, искать доказательства в современной литературе. Вопрос советоваться вообще с более старшими коллегами, мне кажется, сегодня становится все менее актуальным, потому что очень быстро все развивается. Очень много направлений, и уследить за всем невозможно. Поэтому знать качественные источники медицинской информации, где можно почитать, где можно узнать, что на сегодняшний момент является истиной, пользоваться этим. Тратить деньги на свое образование, если они у вас есть, вкладывать однозначно. Подписки на многие ресурсы стоят там по 800 евро в год, и если они у вас есть, это хорошее вложение. Если нет, часто можно написать им и сказать, здравствуйте, меня зовут вот так, я живу в таком маленьком городе, у меня нет денег, я хочу очень получить доступ. И в большинстве случаев вы получите ответ. То же самое касается платных статей. Иногда говорят, вот, все статьи там зарубежные. Я уж молчу про то, что есть не очень легальные способы, да, и доступы к таким базам данных. Но можно всегда, всегда есть авторы, да, и всегда есть контактная информация автора. Ни разу не было такого, да, чтобы, там, я вот, обучаясь в аспирантуре, бывало, что мне надо было быстро, да, потому что пока тебе согласуют, оплата статьи там, ну, может быть, там 100 евро стоит, да, к примеру. И иногда их нет, иногда это просто долго, да, но ты можешь написать, есть контактное лицо и сказать, что здравствуйте, я вот пишу диссертацию по этой теме, у вас вот такая статья, вы не могли бы мне ее выслать. Это абсолютно нормальная история, да, думаю, стучаться во все двери и верить, что сегодня вообще возможно все это правда. Готовиться к приему, да, записывать вопросы, которые у вас есть, потому что на приеме часто даже люди, которые не склонны как-то нервничать или забывать что-то, они могут увлечься беседой, да, или там действительно немножко распереживаться, да, давление может подскочить, они из-за этого еще распереживаются. Поэтому записывать все вопросы, которые хочется обсудить. Задавать врачу вопросы, для чего назначается то или другое обследование или лечение, если вам кажется, что слишком много всего, или вам просто непонятно. Спрашивать, что для чего, почему именно так думает доктор, да, больше взаимодействовать сегодня нас, врачей, уже учат так, что партнерские отношения с пациентом, это нормально и правильно, да, что мы не должны говорить, ты сегодня пойдешь и купишь это, и все, больше я тебе ничего не скажу, и приходи через месяц, а лучше никогда, да, то есть такого быть не должно. Это абсолютно четкое партнерство, когда есть ответственность врача, есть ответственность пациента за то, что он услышал, и за то, что он сделал после консультации. И тогда у нас точно есть все шансы прийти к нужным результатам. Посещайте врачей регулярно.